МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире общественного телевидения «Приморье» программа «Среда героев». И сегодня у нас в гостях Роман Гвоздев, организатор автопробега, о котором мы будем говорить и ветеран СВО, и Валентин Андрейцев. Валентин – председатель Союза коренных и малочисленных народов Приморского края. Мы рады вас видеть. Здравствуйте! Взаимно, здравствуйте! Ну вот почему мы вас пригласили к нам сюда? Для того, чтобы вы рассказали нам об большом автопробеге, который провели, буквально проехали 10 тысяч километров, проехали большое расстояние от Владивостока до Луганска и сделали таким образом большое дело. Ну, наверное, не самые крупные, люди делают более крупные дела. Но проект состоялся, да. Дело было непростое? Ну, учитывая, что мы первый раз делали подобное, организовывали, можно сказать, это все не то чтобы спонтанно, но как-то так. Вдруг возникла идея? Да, ну, идея возникла изначально, как началась СВО, возникла идея подобная. Дело в том, что мой друг Анатолий Савченко, он сегодня тоже идейный. Да, мы его ждали. Да-да-да, он идейный вдохновитель вот этого автопробега, как бы заместитель директора института, в котором я работаю, и еще мой друг так вышел. Ну и, собственно, представитель российского исторического общества, Приморского отделения. Да, да. И, собственно говоря, изначально это вообще не выглядело просто как идея двух товарищей. Он увидел, что я сначала мысловывал, ну, как и все, мы как-то были в каких-то мыслях, в метаниях, и он сразу предложил, говорит, ну, что ты мечешься, давай просто соберем деньги, такая спонтанная акция, соберем какие-то средства, и отвезем ребятам, там, гуманитарку какую-нибудь, что-нибудь. Все, что нужно. Да-да, ну, то есть в меру наших сил. Ну, так вышло, что я говорю, нет, я не хочу гуманитарку, я как-то был настроен принять в качестве солдата. В качестве бойца? Ну, бойца, да. И вы ушли на СВУ? Ну, да, я нашел способы и попал туда. Вы ушли добровольцем? Да, ушел добровольцем и как бы участвовал в качестве, ну, в составе добровольческого подразделения. А потом уже вернулся, ну, Анатолий говорит, может быть, повторить все-таки идею. То есть, а идея, она не исчезла? Ну, она не исчезла, конечно. Просто это все выглядело поначалу, вначале так очень любительски и, ну, несерьезно. Вы не знали, с чего начинать? Ну, у нас, потому что мы не самые медийные личности начать с этого. Мы не имеем каких-то больших собственных материальных средств. Может, оно и к лучшему, что вы не очень медийные личности? Ну, может быть. Просто нам же надо было откуда-то брать ресурсы. И мы вот, собственно говоря, пораскнули мозгами, что мы можем сделать. И нам пришла в голову идея, что мы же раз-два историка. Есть такая организация, как Российское Историческое Общество. Соответственно, тут как раз заместитель руководителя приезжал на саммит к нам. Мы его встретили, лично с ним переговорили. И он дал добро. Вас поддержали? Нас поддержали, да. Причем это же все добровольно. Никто сверху каких-то указов не давал. То есть, не все общества, ну, не во всех городах поддерживают. Отдавали себе отчет в том, что дело-то непростое? То есть, это тяжелая дорога, большая нагрузка, много времени на это будет затрачено, много усилий? Ну, во-первых, конечно же, до конца это все было неизвестно, скажем так, обоим. Расскажите, что повезли? А, ну, повезли. Прежде всего, это действительно получился гуманитарный груз. Это, ну, в основном грелки, бензопилы, печи. То есть, вот все в таком стиле. Но, опять же, это был заказ конкретных частей, которые мы везли. То есть, мы не работали в общем, как вот бывает в гуманитарку. У нас были конкретные заказы, что привезти. Там даже вплоть до резины, да, автомобилей. То есть, вы не везли ничего такого, в чем не были уверены? Да, конечно. У нас был очень четкий заказ, он менялся. Прямо по ходу уже даже пробега. Вот резина, может, Валентин даже расскажет. Вот, Валентин присоединился сразу на первом этапе во Владивостоке. Да, да, да. Вообще, я вообще узнал случайно, там, у Романа, там, зашел в телефон, его статус, увидел, что готовится к автопробегу. И вот на одном мероприятии в библиотеке Горького Роман проводил. Мы как гости там присутствовали, я к нему подошел, говорю, Роман вот узнал, надо, чтобы вы взяли нас. Тем более, мы представляем коренные народы, малочисленные народы Приморского края. Вот, и мы, как коренные малочисленные народы, должны к вам присоединиться. Он все, говорит, даже не обсуждается, конечно. Ну, я тоже сразу связался с нашей ассоциацией Московской, ну, всероссийской у нас есть ассоциация коренных малочисленных народов Северо-Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации с руководителем. Вот, мы организовали коалиционный совет в режиме ВКС. Вот, он поддержал все. И все члены кольционного совета поддержали со всех регионов, где они представляют, там ассоциации, союзы. Вот, ну, и у нас была проблема, там, вопрос стал обеспечения топливом на Дорога Дальней. Все достаточно большая сумма. Да, чтобы позже не выдергивать те средства, которые мы там, ну, насобирал по большей части российское историческое общество на автомашину. Вот, и ребята давай скидывать там все. То есть собрали деньги, и нам хватило, конечно, этих денег на автопробег, ну, то есть обеспечить топливо. То есть и ваш союз тоже помог? Да, и союз, конечно, мы тоже собирали средства, да. Мы все это, как говорится, в одну копилку все сложили. Вот, и вот вы говорили, там, ну, как вы думали, там, о трудностях, там, этой дороге. На самом деле, ну, лично я вообще даже не думал. То есть, ну, все, есть акция, есть цель. А какая-то, что там будет, дороги, мы об этом даже не думали. Все, сели и поехали. Ну, вы проехали много городов. Причем города определялись по большей части из того, да, в каких есть филиалы российского исторического общества. Вы в них останавливались? Потому что там ваши истории. Ну, конечно, конечно. Прежде всего, мы, в принципе, исходили из того, какие города нам на нашем пути оказывают помощь. И, соответственно, мы ехали не прямой дорожкой, как эти русские витязи прямо не ходят. Соответственно, мы очень так кривой дорожкой заходили, что называется. Плюс, опять же, нам и коренные молодчисленные народы также помогали. Где-то ночевку обеспечивали, где-то какими-то средствами, ну, и так далее, и так далее. То есть, у нас такая вот акция. С самого начала получилась сборная, и мы логистику всю устраивали. То есть, это бесконечная была работа вот Анатолия Савченко и Валентина. Они без конца сидели в телефонах. Они у вас стратеги. Да, да, да. Они без конца все брали, скажем так, взяли это в свои руки и вся вот была. В каких городах побывали? Больше как бы координировали, то есть, держали связь. Вот, мы знаем, что следующий пункт такой-то. Все, связываемся с руководителем, допустим, ассоциации там или союз, который представляет тот или иной регион, куда мы пребываем. Да, все, они там заранее договариваются насчет проживания, там даже питание организовывали. Честно говоря, я должен отдать должное. Хочу поблагодарить, пользуясь случаем, за вот такую поддержку. На самом деле, как бы неожиданно было. Это важно, правда? Это очень важно. И, вы знаете, весь автопробег, он показал прежде всего сплоченность всех. Российско-историческую, коренные мои народы, вообще другие народности. Независимость, как говорится, от вероисповедания, от предназначения той или иной национальности. Как единая семья, просто, знаете, как будто с дома и не уезжал, можно так сказать. Здорово получилось, автопробег. Сколько вы говорите, какие города? Мы проехали практически, по-моему, 19, если я так считал, по-моему, 19 городов. Ну, конечно, это Дебальцево было. Сибирь проехали. Север, Сибирь, Дальнего Востока практически, да. Ну, да, Красноярск, ОНУД, Иркутск, Читая, Хабаровск, Бабаровск, 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 Казань. Ну, то есть, огромные записи, конечно, конечно, да. Я по публикациям посмотрела, что вас везде встречали, везде были какие-то встречи с прессой, пресс-конференцией, как-то отмечали. Вот вы, то есть, кроме того, что вы везли помощь, которую можно потрогать руками, вот то, что вы говорили по пути, говорили там на большое количество людей, это же ведь тоже очень важно. Ну, опять же, мы изначально на это не рассчитывали. Такая гуманитарная миссия, да. Дело в том, что у нас все, какой-то изначальный проект был такой более простой, как мы увидели, но он в процессе начал обрастать какими-то нюансами, и, соответственно, это и исторические общества были на местах заинтересованы в проведении. Опять же, это я сейчас говорю историческое общество, потому что часто объединялись все вместе в рамках одной площадки, приходили представители коренных народов. И, соответственно, да, то есть, хотелось им провести какие-то акции, и, опять же, чтобы мы как-то донесли, как правило, это были встречи даже не просто с общественностью, там молодежи со студентами очень много говорили. То есть, вот встречи такие, они, ну, мы как бы несли пользу еще немножко. Да, вы же показываете пример. Я видела на встрече в ВГУ с вами, да, глаза ребят молодых, ребят, девушек, да, то есть, как они на вас смотрели. Это тоже очень важно, то, что вы делаете, вот когда вы рассказываете об этом. То есть, мало делать, нужно еще рассказывать обязательно. Это вот именно это, мне кажется, и приводит и к сплочению народа. То, о том, о чем говорил Валентин сейчас, да, то есть, это тоже очень важно. Не только пилы и обогреватели, и машины. Конечно, просто акция изначально, есть же, на самом деле, мы не самые такие, скажем так, продвинутые гуманитарщики, люди фурами отправляются, составами, это же вообще известный факт. Сейчас очень много. У нас, после этих возможностей нет, у нас есть другие возможности. Мы можем именно действительно как-то публично эту тему раскачать. И, собственно говоря, мы это использовали, и, ну, считаем, что в данном случае это на пользу делу все идет. Тем более мы, опять же, в общении, во время встреч старались как-то не нагнетать лишнего пафоса, потому что, собственно говоря, ничего такого необычного здесь не происходило. То, что для нас это путешествие далекое, ну, стойте, давайте сравним с людьми, которые там вот сейчас воюют. Там люди некоторые по два года не вылезают из окопов. И о какой усталости, о каком там пафосе или каких-то там таких достижениях можно говорить, когда люди там испытывают лишения и трудностей гораздо большего порядка. Причем ежедневно. Причем ежедневно, да, ежедневно. И рискуют жизнью. Да, поэтому тут для нас это даже в чем-то открытие было. У меня вот как открытие, ну, России своеобразное. Я оптимист, хорошо отношусь к своей стране, все, но некоторые вещи очень для себя открыл такие, ну, приятные по городам. Не, на самом деле, да, вот, ну, я первый раз, ну, проехал через всю страну. И, вы знаете, я должен сказать, динамика развития самой страны. То есть вы увидели страну, да? Конечно. Как она от региона к региону меняется. Как она, можно сказать, берегов. Как она вообще развивается. Вот, вы знаете, каждый город, какие-то стройки, новые какие-то институты, там, студенческие городки, где вот мы размещались, мы же это все видели, да, и новые дороги. Я вижу, что готовится в эту федеральную трассу, идет подготовка к ее расширению. Это вот, видно, динамика развития, это, конечно, ну, очень дорогого стоит. То, что, ну, это нужно и необходимо, и, я думаю, это здорово. Несмотря на то, что происходит, то есть у нас есть возможность развиваться. То есть мы увидели, вы увидели как раз то, за что ребята там воюют на фронте. То есть за что Роман ушел воевать, да, на специальную мою операцию. Да, благодаря тому, что, кстати, вот ребята и воюют, то, что он у нас сейчас вот так вот. И вы знаете, вот то, что вот сам этот автопробег, он даже, наверное, больше дорог был ценен для самих ребят. То есть они увидели вот эту поддержку, действительно, которая есть, да, что вся страна им готова помогать. И вот, в принципе, вот Роман говорил, то, что там обогреватели, там, пилы, это же передавали именно в тех городах, которые мы посещали, вот там, где-то студенты, вот, ветеран войны. Расскажите про эту встречу, это же удивительная какая-то встреча. Да, вот Федор Тимофеевич, это единственная, ну, их вообще мало осталось. Чуть-чуть поподробнее. В Томске на встречу с вами пришел или вы к нему приехали? Он не пришел, мы к нему приехали домой, он нас ждал там, да, то есть он сам... Ветеран войны. Ветеран войны, великой отечественной войны, да, Федор Тимофеевич Бондаренко, вот, он воевал еще, бил фашистов в те времена. Вот, он за свои средства купил бензопилу, попросил передать ребятам, я надеюсь, что она, конечно, поможет, ну, естественно, там такие вещи как раз нужны. Я посмотрела, ему 98 лет, мы обязательно покажем его в специальном репортаже на ОТВ, который выйдет в пятницу, в эту пятницу, там можно будет увидеть все это самого ветерана. Ему 98 лет. Он ушел на фронт в 44-м, насколько я поняла, испытывал аэростаты, аэростаты. Это же просто удивительное какое-то дело, освобождал Австрию, Венгрию, еще какие-то страны, дошел там до Победы. Удивительные дела, конечно. Стоит на собственных ногах человек в 98-м. Ну, и он в здравом уме, у него уже, скажем так, плохо со зрением, но человек в здравом уме, то есть мы с ним побеседовали, понятное дело, не все попало в кадр, то есть такой интересный человек. Ну, и плюс это в Томске местные легенды. Ну, еще мы... Ну, да, это вот по пальцам буквально. Ну, такие встречи дорогого стоят. И вот с какой, знаете, с каким порывом он вот пожелания свои говорил, вот, ну, это вот прям чувствуется то, что он, насколько он переживает за ребят, которые там сейчас находятся, вот, и с какой искренностью вот он, знаете, вот эту пилу передал. Ну, как он сказал, бейте их, чтоб пух летел. Чтоб перелетели. Валентин, ну расскажите про флаг. Что это за флаг, за знамя? Вы с ним путешествовали? Да, флаг, это флаг нашей краевой организации, Союз Молочистских Народов Приморского края, вот, и это, можно сказать, так, участник нашего тоже автопробега, вот, все города, регионы, где мы были, все наши, кто нас встречал, они писали свои пожелания, и, ну, уже на крайней точке в дебате, где были ребята, которым мы привезли гуманитарк, они тоже написали там свои пожелания, скорой победы, там, слава благодарности, вот, и, ну, во-первых, мы... Цель-то, вообще, идея какая была, чтобы взять этот флаг и расписаться, мы, вот, в Ольгинском районе сейчас делаем, там, у нас есть территория, где мы делаем национально-культурный центр, и хотим там сделать такой выставочный павильон, ну, это как музей будет, где будем рассказывать о культуре коренных народов, ну, и в том числе, вот, мы хотим этот флаг там потом повесим, и, потому что мы для детей будем там проводить экскурсии, для школьников, ну, и вот рассказывать, конечно, это как такая карта своеобразная получилась по всей России, будем рассказывать вот про этот автопробег, вот, про тех ребят, и людей, которые нас встречали, вот, и я думаю, что, конечно, это как в качестве патриотизма, это будет, ну, здорово тоже. Ну, этот, этот флаг нужно беречь, мне кажется, хранить как уникальную вещь. Роман, ну, кроме оборудования, кроме, вот, собственно, посылок небольших, да, вы привезли же еще автомобиль в Луганск. Ну, да, у нас вообще изначальная цель была купить автомобиль здесь, нагрузить его гуманитаркой, до нем доехать, оставить там ребятам и вернуться на, уже в самолете, например. Ну, это идея не суждено было сбыться, потому что, ну, на ту сумму, которую мы так рассчитывали, там, 500-600 тысяч, можно было купить автомобиль, но... Ну, так себе автомобиль. Не факт, что на нем мы доехали до точки. Кроме того, у нас был от военных все-таки заказ на Ниву. У нас, в принципе, я когда-то уже находился... Находился, да, в служении спецоперации, у нас тоже было во взводе Нива. Такой автомобиль, может быть, не суперпрочный, но он очень проходимый, легко можно завести, легко починить. Для людей он там понятен. И ребята заказывали нам Ниву, собственно говоря. И когда мы осознали, что, ну, вот, не получается здесь, пересмотрели несколько вариантов, надо что-то делать. Время уходит, надо как-то двигаться. Я предложил двигаться на своем автомобиле, вот. То есть вы на свой сели и поехали? Ну, да. Не жалко машин? Да, как-то тоже это, знаете, мне мама сказала, говорит, Роман, ну, что ж такое, что ты все время, вот, как-то ты лезешь не туда, то ты поехал воевать, то ты сейчас свою машину, в кое век у тебя машина приличная, ты сейчас разобьешь эту машину. Но, с другой стороны... Я маму могу понять. Ну, с другой стороны, ну, там люди погибают, и говорить, как-то машина. Ну, все это железо, все чинится, в конце концов, это даже как-то, ну, неудобно обсуждать. Ну, скажите нам, машинка жива? Она вернулась? Ну, вернулась, все с ней относительно хорошо, вот завтра гоним в ремонт. То есть, ну, ничего критичного машина выдержала, слава богу. А там мы действительно через филиал, волгоградский филиал, историческое общество, он нам тоже очень сильно помог, как, в принципе, многие другие. Ну, просто волгоград, это была крайняя точка перед Луганском. И, соответственно, такой у нас, получается, логистический там центр был, потому что оттуда двигался транзит. Они же нам помогли купить Ниву. С ней вообще целая интересная история. Нива нестандартная, она была подготовлена для гонок. То есть, для внедорожных гонок она... Такая с серьезным апгрейдом. Да, да, она такая, на хорошей, очень высокой резине. То есть, она и так-то Нива проходимая. Тут оказалась очень проходимая, очень быстрая. Ребята, говорит, ее до 200 км разгоняли. Ну, как она по дороге шла, я охотно верю, потому что мы шли с приличной скоростью. Трудно было ее догнать. Да-да-да, ее трудно было догнать. Да, на самом деле. Вот, и ребята, ну, просто надо было видеть, опять же, глаза, когда ее видели. Ну, человек просто дешево нам ее отдал. Мы потом выяснили, как так за такие небольшие деньги мы смогли купить такое авто. Ну, я же сам автомобилист примерно понимаю. Он говорит, да просто, когда человек узнал, куда это не попадется, он ее просто сразу на порядок сбросил цену и отдал. Ну, то есть, это, опять же, говорит как-то о людских каких-то качествах наших людей. То есть, и мы с этим сталкивались повсеместно. Это, знаете, начиная там от, там, на дороге нас остановили, там, гаишники, грубо говоря. У меня лично за непристегнутый номер. Ну, узнали, куда мы что мы едем, отпустили, сказали, пожелали счастливой пути. Ну, то есть, вот, какое-то простое отношение. Или я там в шиномонтажке делал машину, порвал прямо перед отъездом, у меня сложный порыв был. Я говорю, мне ехать уже некогда, ни резину покупать, ничего. Говорит, не переживай, сделаем. Сделали бесплатно все, потому что знали, куда я еду. Вот это вот, всяких вот из таких мелочей очень многое складывается. Вот прямо на каждом шагу встречаешь какое-то такое хорошее отношение. Слушайте, ну, это вот та сплоченность, да, которой мы не ждали и забыли вообще, как это выглядит. А страна-то сплотилась. Ну, получается, да. Нас 30 лет там готовили, воспитывали всех немножко в другом русле. Что каждый сам за себя. Да, деньги, потребление. Ну, и вообще, да, ценности другие. А люди оказались-то, в принципе-то, большинство людей адекватными. То есть, это же вопрос даже не политический. Не вопрос пропаганды, там, за кого ты там, да, за какую власть, за какого президента. Я все время даже общаюсь на этих встречах, потому что я для себя выяснил. Ребята, вы поймите, тут дело не в том, поддерживайте даже эту линию или не поддерживайте. Просто по факту там сейчас наши люди. Да. И все. Ну, то есть, им надо помогать просто потому, что они там находятся. И кто им будет иначе помогать? То есть, у нас, даже я про свое подразделение могу сказать, у нас не все поддерживали вот эту линию. Не все. Но они, тем не менее, оказались там. И они воевали не хуже других. Оказалось, это та же самая страна, которая в 45-м фашистов победила. Да, вот даже эта удивительная встреча с ветераном, конечно. Это та же самая страна. Это потомки тех же самых людей. Ничего не исчезло, получается. Знаете, еще хочется сказать про ребят, которые нам присоединились все-таки в Хабарском крае. Вот, Ульчи, да, они и коренных мастерских народов, они тоже на своей машине поехали. Это отдельная история. Вы знаете, вот их уверенность такая, спокойствие, уверенность, она нам придавала такую уверенность. Они, во-первых, механики. Прямо механики от Бога. Вот, вы знаете, у них там что-то сломалось, они встали, подняли. Пять минут, все, все, ребята, едем дальше. И мы ехали спокойно, совершенно, не переживая, что у нас что-то случится, и мы не знаем, будем, что делать. Такие вот ребята молодцы, конечно. Жалко, что на обратном пути, когда мы уже возвращаемся, машина в чете сломалась все-таки, не выдержала. Да, и вы знаете, не было ни капли переживания, что вот, вот, сломалась машина. Они понимали, для чего они ехали. И у них автопробег затянулся вообще два месяца, они вернулись только вот недавно, потому что с этой машиной там пришли. Пришлось ждать, пока ее отремонтируют. Не то, что отремонтируют, ждали машину, чтобы на этой машине перевезти ее в Хабаровск, чтобы уже восстановить. Вот они только недавно приехали. Поэтому я говорю, наш российский народ вообще, наверное, не победим никем и никогда. Это вот наше, наверное, внутреннее состояние души и герой. Причем неважно, это русский, да, ОДГ, Гуран. Неважно, да, конечно. Гуран. Неважно, все россияне, мы, не знаю, это, наверное, настолько великая страна, в которой, наверное, никогда в истории не будет больше. То есть вы-то убедились в этом? Да, конечно. Собственно, просто убедив своими глазами. У нас с вами совсем немножечко времени остается. Скажите мне, пожалуйста, будет следующий автопробег? Ну, мы планируем вообще продолжать акцию. Понятное дело, не будет в том же виде, нет смысла просто повторять. Возможно, мы как-то двинемся с севера, скажем так, например, от конца района, например, Мурманск. Говорили про Мурманск. Да, да, да. Возможно, это будет вот такой автопробег. Мы опять же сейчас консолидируем все силы, как это можно провести. Там меньшее расстояние, но есть определенные тоже сложности. Задумки есть? Ну, конечно, да. Но, во-первых, уже нельзя. Знаете, назвался груздем, полезай в кузов. Уже как-то люди рассчитывают, уже спрашивают. То есть все участники, вот я могу сказать, по крайней мере, не хочу выделять какое-то одно, там, например, российское историческое общество, там, какой-то один филиал, потому что очень начинаешь вспоминать, и каждый по-своему внес какую-то большую лепту. И, соответственно, понимаешь, что и люди говорят, давайте, давайте. Вы нашлись, кто как-то наобъединил, давайте общаться. То есть это пробег, с чем уже замечательный был, что это не кто-то сверху приказал. А то, что это была именно ваша идея? Да, это, как и говорят, горизонтальные связи были. То есть, да, и никто никого ни к чему не принуждал. Я очень надеюсь, что следующий автопробег состоится, и что он будет, может быть, интереснее, даже успешнее того, который вы провели так замечательно сейчас. Я благодарю вас за интересную беседу. Сегодня в студии программы «В центре внимания» были Роман Гвоздев, ветеран СВО, организатор автопробега, и Валентина Андрейцев, председатель Союза коренных и малочисленных народов Приморья. Спасибо вам большое. До свидания. Вам спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин